Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы продолжим разговор о первом послании апостола Павла Коринфянам и обратимся сейчас к шестой главе этого послания. В шестую главу попали несколько важных тем, которые апостол Павел обсуждает со своими корреспондентами. И в первую очередь это разговор апостола Павла о тяжбах, ссорах, несогласиях между христианами. И здесь апостол говорит две вещи, в первую очередь. Во-первых, само по себе странно, что у вас могут быть тяжбы. Какие? Тяжбы с братьями. То уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Апостол считает, что как-то по-другому должно все происходить. Вообще не христиан, не состязательный процесс, дискуссия на тему, кто прав, кто виноват. Но Павел говорит, обращаясь, по-видимому, к тому, кто считал себя обиженным, для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения. И вот это на самом деле очень-очень важный принцип, который апостол в других местах несколько иначе формулирует, но в самом ярком виде вот здесь, в этом седьмом стихе шестой главы. Почему бы вам лучше не оставаться обиженными? То есть он говорит о том, что вот два христианина поссорились, между ними что-то произошло. Один считает себя обиженным, другой считает себя обиженным. Павел говорит, а зачем искать разрешение этой тяжбы? Судиться, взвешивать аргументы, рассматривать доказательства. Ну, останься обиженным и прости того, кого ты считаешь обидчиком. И все, собственно. Нет, конечно, это очень трудно сделать. Реально, если ты поставишь перед собой такую задачу, особенно если обида, о которой идет речь, реальная в конкретной человеческой жизни. Конечно, это трудно, но это, вне всякого сомнения, лучше, чем судиться, лучше, чем устраивать тяжбу из-за этого. Конечно, тоже, как и в других местах этого послания, слова апостола Павла «Для чего бы вам не оставаться обиженными» никак не соотносятся с таким феноменом, как оскорбление чувств верующих. Ну, прям вот либо то, либо другое. И это тоже довольно важно понимать. Есть места, знаете, где Слово Божие обличает нас, где совершенно очевидно, что мы как-то не достигиваем до этого уровня. И вторая мысль, которая здесь также для Павла важна, он говорит о том, что ну как же можно судиться в светских судах, которые в основном, конечно, рассматривали имущественные тяжбы. Как вы можете, говорит апостол, ставить своими судьями людей, которые к церкви не имеют отношения и в церкви ничего не значат? Неужели между вами нет ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? То есть апостол считает, что если уж и спорить, если уж вести тяжбы, то во всяком случае не в светском суде. И начинает, собственно, апостол эту самую шестую главу словами как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. То есть апостол считает, что если уж все-таки существует тяжба, хотя ее не должно было бы быть, и если ты считаешь себя обиженным, ну останься обиженным и прости обидчика. И Бог утрет всякую слезу обиженных. Но если уж все-таки это возникло, то во всяком случае не следует обращаться к внешним, обращаться к светскому суду. Почему? Потому ли, что Павел не хочет выносить ссоры из избы? Вовсе нет. Вовсе нет. Это его заботит меньше всего. Но он говорит о том, что, ну вот, это унизительно для христиан, вот по какой причине. Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? За этим рассуждением довольно немаловажно попытаться увидеть, так сказать, картину мира, картину грядущего, в рамках которой, вот говорит апостол Павел, что он имеет в виду под словами «вами будет судим мир». Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? И в данном случае, конечно, апостол имеет в виду вот что. Святые – это люди, которые хранят верность Богу, которые действительно в тех обстоятельствах, в которых им выпало жить, продолжают прощать друг друга, избегать обид и жить по правде Божьей, жить по правде Божьей, жизнью воздержанной, мудрой и наполненной любви, любить ближнего, прощать ближнего и так далее. Десять заповедей все знают наизусть. Вот апостол говорит о принадлежности Богу, о том, что люди, которые принадлежат Богу, они становятся для окружающего мира своего рода мерилом, по которому можно увидеть, что человек в силах, что не в силах. Понимаете? Когда воруют, например, все 100%, ну, кажется, что по-другому и нельзя. Но если есть малая толика, скажем, людей, которые не воруют по каким-то причинам, то ли брезгуют, то ли просто не умеют, неважно, то для всех остальных это обличает, что, оказывается, это можно. И тогда спрашивается, а почему так не поступают остальные? В этой же логике Господь Иисус говорит о том, что суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму. Потому что если нет Сына Божьего воплощенного, то наше поведение где-то, с точки зрения нравственной оценки, плюс-минус средней по планете. Но в присутствии Господа Иисуса Христа ты понимаешь, что есть масса вещей, в которых ты предаешь, отступаешь, не дотягиваешь, и совесть твоя обличает тебя. Вот что значит слова «святые будут судить мир». Речь не идет о том, что святые будут выслушивать там аргументы, выносить приговоры, определять сроки наказания этому миру. Нет, конечно, это бессмысленно. Только Бог один судья. Но вот, и точно так же, как, разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские. Но судить ангелов тоже я здорово сомневаюсь, что апостол Павел имеет в виду рассматривать аргументы и доказательства с целью оправдания и осуждения ангелов. Ну, мы все равно не в состоянии понять тех отношений с Богом, в которых ангелы пребывают. Но апостол говорит именно о сохранении верности правде Божьей. И вот это становится судом для окружающего мира, в том числе и, так сказать, как все мы сравниваемся с единственным праведником, Господом Иисусом Христом. Ну вот, собственно, это еще одна важная мысль, начало шестой главы. Дальше, несколько обобщая разговор о ссорах и тяжбах между братьями, апостол говорит, «Разве вы не знаете, что неправедные Царство Божье не наследуют?» Тоже, мне кажется, полезно задуматься, а почему, собственно, апостол должен вот это говорить? Разве это не очевидно? Или разве это нуждается в доказательствах, в какой-то аргументации, в каком-то провозглашении? Вот, видимо, да. Видимо, апостол Павел наблюдает в коринфские общения нечто противоположное. То есть он видит, что люди совершают некоторые вполне очевидные неправедные вещи и при этом думают, что они могут приходить на собрание христиан, думают, что могут молиться, причащаться к святых христовых тайн, еще что-то, не знаю. И быть каким-то образом наследниками Царства Небесного каким-нибудь путем сложным. Апостол говорит, нет, так не получится. Не получится. Невозможно, знаете, в одной части своей жизни вести себя гадко, а в другой части своей жизни все-таки как-то другим боком повернувшись просочиться в Царство Небесное. Апостол Павел говорит, нет, неправедные Царства Божьего не наследуются. И вы раньше вот были такие неправедные, но теперь вы омылись, осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. И вот теперь можете наследовать Царство Небесное, но при очевидном совершенно условии праведности, если храните верность Богу, если вот это омовение, освящение, оправдание именем Господа Иисуса Христа храните. И не по-другому, никак по-другому. Тоже в современной парадигме мышления христиан это часто очень неочевидно, особенно в некоторых конфессиях, потому что мы думаем, что ничего, потом прибежали, исповедовались, все сразу стало хорошо, белые, пушистые. Через какое-то время опять придем на исповедь. В связи с этим нам очень полезно помнить, что в Древней Церкви исповедь совершалась как крещение один раз в жизни. И если тебе она понадобилась второй раз в жизни, значит, что с тобой что-то сильно не так. И второй раз в жизни могла совершаться только на смертном адре. Это важно. Апостол Павел пытается сказать своему читателю, что действительно нас оправдывает вера во Христа. И если мы действительно оправдываемся именем Христовым, тем, что мы ему принадлежим, тем, что мы его друзья, его община, его церковь, тогда, да, мы наследуем Царство Небесное. Но если при всем том, мы остаемся в той неправде, в которой жили раньше, до встречи со Христом, ну, этого не будет. Не будет этого наследования Царства. Невозможно одновременно, ну, как Господь говорит, не можете служить Богу и мамоне, не можете служить Царству Небесному и собственным грехам. Ну вот, это серьезная очень вещь, о которой каждому из нас стоит задумываться. И далее апостол переходит к теме, которая, по-видимому, для коринфской общины, ну, и в большой степени для всей той культурной среды, в которой происходят события, обсуждаемые в Коринфе и шире вокруг. Тема довольно важная, связанная с отношениями между полами, браком, девством. И вот что с этим делать? Важно очень иметь в виду, что апостол Павел, во-первых, рассматривает все эти темы в двух, я бы сказал, взаимно перпендикулярных направлениях, в двойной перспективе. С одной стороны, он предполагает, что довольно скоро, в относительно близкое время, настанет всему конец. Будет второе пришествие, Парусия, Христос явится на небе, как молния от края неба до края неба. И, собственно, все то, то, что имеет отношение только к этой жизни, закончится. И второе, Павел смотрит, так сказать, с точки зрения своего собственного опыта в этой сфере, в первую очередь, в сфере семейных отношений, которые, насколько могут судить исследователи по кратким и очень таким лаконичным намекам в Священном Писании, в деяниях, вот здесь тоже, это опыт скорее негативный. Скорее негативный. И, на самом деле, я бы сказал, что именно субъективность такого опыта делает взгляд Павла, ну, скажем так, довольно специфическим. Довольно специфическим. Потому что во всей этой теме, в этих двух перспективах, остается еще нечто, чего Павел не обсуждает. Это важно помнить, потому что на протяжении долгих столетий некоторые группы христиан, очень специфические группы, да, особенно в древности, которые были все-таки очень сильно сосредоточены на проблемах ниже пояса и думали, что это очень трудные проблемы. Они не такие трудные, как принято говорить. Вот, понимаете, для людей казалось, что все, что вообще относится к этой сфере жизни, Павлом исчерпывающим образом сформулировано. А это не совсем так. Есть некоторые стороны человеческой жизни, которые остаются не высвеченными вот этим специфическим подходом апостола. Поэтому прислушиваться к его словам обязательно нужно вдумчиво, потому что Павел говорит не только важные, понятные, простые, так сказать, рекомендации, но он исходит из некоторого видения, которое тоже важно понять. И несколько раз в этом послании он начинает или возобновляет разговор о целомудрии словами, которые тоже очень важны и очень поучительны. Он говорит, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Во-первых, это очевидный совершенно сарказм, направленный, по-видимому, на распространенные в раннехристианской среде споры о том, что значит свобода в Боге, что значит свобода нравственная, свобода воли. Потому что довольно естественным образом, особенно в среде христиан-изъязычников, а не христиан-изъюзиев, в среде христиан-изъязычников довольно легко появляется такая позиция, что все позволительно, все можно. Более того, знаете, там были некоторые откровенно еретические движения, как, скажем, ересь Николаитов, о которой упоминает апокалипсис, которые, помимо прочего, вот как раз тоже пропагандировали такую свободу, что теперь мы в Новом Завете, теперь мы свободны от всяких законов, правил и обязательств. И вот апостол формально говорит, что да, действительно, как сказал Христос, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Да, мы свободны, да, позволительно, но это не значит, что полезно. Вот, само по себе это чрезвычайно важная вещь. Для него, да, свобода человеческая существует, но она не является вседозволенностью никаким образом. Все мне позволительно, но не все полезно. И еще, может быть, важнее, вторая половина этих слов, 12 стих, все мне позволительно, но ничто не должно властвовать мною, обладать мною, порабощать меня. Да, как в Евангелии говорится, суббота для человека, а не человек для субботы. Так и здесь. Ну, позволительно, да, но я не могу быть рабом чего бы то ни было, ничто не должно обладать мною. И это, конечно, понимаете, точка зрения на проблемы ниже пояса. Апостол говорит о том, что тело не для блуда, а для Господа. И пища там тоже, да, для чрева, и чрева для пищи, но тело не для этого, не для того, чтобы, как сказать, со вседозволенностью позволять себе разнообразные формы блуда. И само по себе это очень важно, потому что дальше в некоторых моментах Павел пытается, ну, обозначить, скорее даже, да, ответ на вопрос о том, а для чего же оно тогда. Потому что слова «тело не для блуда, но для Господа» и «Господь для тела» в данном контексте звучат, мягко говоря, неконкретно. Что-то еще здесь, наверное, нужно было сказать, чтобы прояснить эту свою мысль. Ну и апостол Павел этот разговор отодвигает на более поздние страницы послания. «Ничто не должно обладать мною». То есть реальность всего того, что происходит в нашей телесной жизни, она не порабощает человека, не должна порабощать. В этом все, собственно, самое важное. А дальше апостол говорит, пытается, по крайней мере, рассуждать вот каким образом. Смотрите, Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Значит, наши тела есть часть тела Христова, тела грядущего воскресения. Оказывается, вот такая у апостола здесь логика. Бог воскресил Христа, с ним воскресит нас, значит, мы будем частью тела Христова. Поэтому, говорит он, блуд для того, чему предназначено стать частью тела Христова, совершеннейшее безумие, абсолютно невозможное. Отнимули члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы, говорит апостол. То есть, для него таким образом общее воскресение, реальность абсолютная. Церковь, как единое тело, в котором мы все соединяемся под главой Христом, вещь абсолютно реальная, телесно реальная, телесная, не просто какие-то там, как теперь бы мы сказали, духовно. Нет, это физическая реальность мира. Поэтому, собственно, отношение апостола Павла к блуду настолько жесткое. Оно не в любом случае непримиримое. Закон есть закон. Но апостол очень настойчиво, последовательно и четко, я бы сказал, без экивоков выстраивает свою позицию и предлагает читателю выбор, ты либо часть, вот, тело воскресения Господня, в которое ты входишь, причащаясь к Христу, потому что Бог воскресил его из мертвых и нас воскресит, либо ты не часть этого тела, потому что вот телесно, так сказать, во плоти соединяешься с каким-то там блудом. Вот, собственно, такой выбор он предлагает читателю, или одно, или другое. И добавляет он к этому еще одну мысль, разве вы не знаете, что ваши тела уже сейчас есть храм живущего у вас Святого Духа? Не просто когда-то будущее воскресение является для апостола аргументом, хотя само по себе будущее воскресение вещь чрезвычайно важная. И апостол говорит о том, что это имеет последствия в нашей сегодняшней жизни, но он говорит о том, что уже сегодня вы место присутствия живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, Духа, которого вы имеете от Бога. Таким образом, апостол предлагает читателю по собственной воле увидеть себя как того, кому Бог дает дар Святого Духа. И вот он говорит, и вы не свои. Ну, большинство людей, вероятно, проскальзывают по этим словам апостола Павла, потому что они трудные. Они трудные. Может быть, даже, я бы сказал, для нашего времени труднее, чем для какого-нибудь другого. Потому что, с одной стороны, ну, конечно, каждый из нас принадлежит только самому себе и больше никому. И апостол Павел именно это подразумевает в качестве фона. Он очень умный и мудрый, и духовно, так сказать, светлый человек, понимающий правду Божью. Поэтому он никогда, ни разу не сторонник никаких форм рабства. Абсолютно для него это вообще признак отсутствия Бога. Он говорит, где Дух Господень, там свобода. Это так. Поэтому, да, апостол Павел знает, что каждый человек принадлежит самому себе и за себя самого перед Богом дает ответ. Но это еще только первая ступенька. Для человечества, в том числе тех, кто веками пытается прочитать, понять Павла. Это трудная ступенька. Трудная поверить, что, как говорит экклезиаст, когда всегда, когда властвует человек над человеком во зло, ему нелегко. Нелегко. Нам кажется, что мы можем друг над другом властвовать на пользу, а не во зло. Нет, не можем. Поэтому, да, очень хочется утвердиться в том, что мы свободны, что действительно Бог сделал нас свободными в нравственном, в физическом отношении, сотворил всех равными и так далее, и тому подобное. Вот. Но в данном конкретном месте апостол смотрит чуть-чуть дальше вот этой апологии свободы, так сказать. И он говорит, но вы храм живущего у вас Святого Духа, и вы не свои. То есть он считает, что следующей ступенькой, после того, как ты, так сказать, дорос до уровня свободы, следующая ступенька отдать себя Богу и сказать, и вот действительно быть местом жилища, местом жительства, живущего в нас Святого Духа и принадлежать Богу, доверить себя Богу, согласиться на то, чтобы Богу принадлежала власть в твоей жизни, в тебе самом. Вы не свои, говорит апостол Павел. Эти самые коринфяне, они только-только решили, придумали, достигли, что они свои и вообще никакие там правила им не указ. А тут им предлагают нечто более сложное, более высокого уровня, предлагают из этой свободы, стоя на фундаменте этой полной свободы, свободно отдать себя Богу. Это серьезная очень вещь. Между прочим, обратите внимание, гигантская разница между порабощением Богу и тем, когда свободный человек отдает себя Богу, потому что куплен дорогою ценой, как вот здесь в 20 стихе апостол Павел пишет, вы куплены дорогою ценой. И он еще вернется к этому разговору о цене, которую мы куплены. Поэтому, говорит он, прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, потому что вы не свои, потому что вы принадлежите Богу, потому что ваши тела действительно часть будущего воскресения мертвых и как таковые уже никак не могут участвовать в каких бы то ни было блудодеяниях. Продолжение следует... Продолжение следует...